всем привет сегодня мы поговорим о вложенных стилях для чего они вообще используются допустим ситуация когда у нас очень часто повторяется текст где в начале текста используется некий character style либо для одного или нескольких слов либо для нескольких строк а дальше идет основной набор текста давайте рассмотрим работу вложенных стилях на примере вот такого симпатичного текстового блока мы видим здесь у нас есть параметры и значение этих параметров давайте создадим новый текстовый фрейм у нас уже заготовлен заранее текст мы даем ему общие атрибуты в данном случае это гарнитура офишен санс и размер 9 кг характер стайл который используется как ложный отличается тем что у него начертание болт давайте на основе этого слова и создам новый стиль символов для этого мне надо перейти палитру стилей символов при выделенном при выделенном слой и нажатом контроле я нажимаю иконку создания нового стиль с него и перехожу в его редактирование для редактирования мне в принципе уже ничего не надо все что остается это назвать его болт теперь я хочу чтобы этот характер стайл повторялся в начале но он не может зависеть от количества слов потому что иногда он не используется одно слово для параметра поэтому я его привяжу к круглой шпации которая будет идти после двоеточия для этого все пробелы после двоеточия мне надо заменить на круглую шпацию делается это очень просто я выделяю пробел после двоеточия и сама двоеточия копирую его перехожу в редактирование найти и заменить и вставляю ctrl-v в окошке найти текст заменить и здесь в окошке выбора специальных символов я вставляю пробел круглая шпация найти далее заменить все все пробелы после двоеточия мне заменены на круглую шпацию точнее на круглую шпацию окей теперь я задам параметр для выложенного стиля в этом абзаце я перейду в команду буквицы выложенные стили в этом меню я могу задать буквицу количество строки и высоту я могу дать вложенный стиль для определенного количества слов либо для определенного количества строк в данном случае меня интересуют слова я выбираю определяю этот стиль как болт 1 здесь вместо слова я выберу круглую шпацию то есть все слова до первой круглой шпации будут выделены символом точнее стиль стилем символов старом будут один окей вот видите у меня уже второе слово тут же приняло стиль характер ставил болт 1 теперь на основе этой строки первой строки мне надо выставить табуляцию в начале строки я поставлю табулятор через команду tab нажму Ctrl Shift M мне надо выделить табулятор по символу и в качестве символа определить двоеточие теперь у меня эта строка выравнивается по двоеточию окей теперь на основе этого абзаца я задам стиль параграфа или параграф ставил при этом надо перейти в стиль абзацев нажатом Ctrl я нажимаю создание нового стиля и мне остается его немножко подредактировать я его назову Body давайте пройдемся по его параметрам тут еще остается старый стиль выставляем размер окей заглянем в табуляторы табулятор установлен заглянем в буквицы есть вложенный стиль на основе болт 1 который будет до первой круглой шпации окей теперь надо задать этот параграф стайл всему текстовому блоку но для того чтобы у нас сохранилось выравнивание мне надо поставить символ табуляции в начале каждой строки можно сделать это вручную можно сделать это через команду Find Enterprise для этого я перехожу в редактирование найти и заменить в строке найти текст я выбираю конец абзаца и табуляцию тогда в начале каждой строки у меня будет табулятор и далее заменить все единственная неприятность это нижняя строка я сделаю так чтобы она не здесь вместо конца абзаца у меня был принудительный перенос и мне надо выбрать табуляцию теперь перед буквой D я выставлю специальное символ символ который называется произвольный отступ control обратный слэш и все строки после этого обратного слэша если не будет знака конца абзаца будут выравниваться по этому символу можем посмотреть как он выглядит вот он ну что ж мы получили текстовый блок где есть вложенный стиль отбивка по двой точке и выравнивание по букве D на этом все всем пока